www.wixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день, уважаемые радиослушатели! Программа «Деловой вторник» как всегда в это время выходит на волне 93.9 на Радио Болтком. У нас сегодня очередная серия из цикла 20 людей, которые спасли Латвию. Поэтому рад представить снова Люсю Прибыльскую, которая издала соответствующую книгу, редактор журнала «Бизнес-класс». Добрый день, Люся. В гостях у нас председатель наблюдательного совета Траста Коммерсбанка Игорь Буймистер. Здравствуйте. Добрый день всем. Один из героев этой книги. Ну и стало быть, это главная тема нашего сегодняшнего вторника. Главная тема. У меня традиционный вопрос, Игорь, для Люси первый. Да, конечно. Конечно. Люся, расскажи в двух словах, пожалуйста, о том, почему Игорь стал героем книги и оказался среди людей, которые спасли Латвию. Ну не спасли, во-первых, а изменили, а во-вторых... Я все время хочу сказать, изменили мир или спасли Латвию. Что-нибудь такое очень этическое. Я же готовился к интервью, как говорил раньше. Да. Так вот, Игорь, ну, это человек, которого я знаю уже лет 20, и с очень давних времен, еще тогда, когда в Латвии было такое биржевое движение, и вот он был в числе организаторов Объединенной Балтийской товарно-фондовой биржи. Вот это было такое молодое поколение предпринимателей, им, наверное, тогда еще не было и 30, когда они начинали, так сказать, осваивать просторы рыночного пространства размером с одну шестую часть суши. Вот. И, в общем-то, все эти годы Игорь этим и занимался. Просто он от, так сказать, товарно-фондовых отношений перешел в сугубо финансовые отношения, то есть он был одним из тех людей, которые налаживали так называемый обмен мягких валют, и это, собственно говоря, спасло те предприятия, которые в Латвии еще способны были что-то производить и поставлять на экспорт, тогда, когда это не было ни государственной программой, ни приоритетом правительства. Каждый выживал так, как мог. Обмен мягких валют. Ну, естественно, надо было вывести товар и получить за него оплату, а тогда, когда валютные... В начале 90-х годов поменять белорусский рубль на украинский... А, на украинский карбованец. Карбованец и на казахстанский тенге. Какой самый экзотический обмен, который осуществили вы в те годы? Ну, самый первый, наверное, обмен, когда действительно меняли украинские рубли, я даже не помню, были они уже карбованцы, либо оставались пока еще рублями на наши рубли, либо на рублицы. На рублицы. Я еще не помню, были они уже или нет, столько лет прошло. Просто тогда была очень экзотическая система расчетов. Центральные банки двух стран должны были пересылать так называемую авизу, бумажные сообщения о переводе денег в специальных мешках банковских. Вот. И я помню, когда мы делали первый взаиморасчет между нашим предприятием и украинским, мы недели две ждали этот мешок, пока придет. Так это раньше ходили платежи. Поэтому мы поняли, что это не наш путь. Здесь можно, если предприятие, угробить за это время, за две-три недели, пока пройдут эти авизы. И мы занялись финансовым бартером. То есть мы искали желающих что-то проплатить на Украине и находили желающих на Украине что-то проплатить в Латвии. И сделали взаимозачет между предприятиями. Вот такая была схема первая, которую мы наладили. По сути, это тот же банкинг? Бартер. Назывался бартер. Некоторые предприятия налаживали бартер товарный, то есть поставляли для взаима расчета товары. А у вас уже некое такое вот предвестник банка, да? Да, финансовый обменный, проходил вот на бартер с финансами. То есть фактически они занимались и организацией вот этой внешней торговли. То есть они искали не только тех, кому нужен товар, но и тем, которым нужен встречные поставки. То есть это как бы, наверное, были многоходовые какие-то комбинации. Вот о многоходовках хочется как раз-таки поинтересоваться. Вот представляете, можно себе представить, там в Латвии еще выпускал, например, заработал завод «Регасельмаш». И кому-то, предположим, в Беларуси нужны были вот эти вот штуки, которые... Разбрасывают органические удобрения. ...для сельского хозяйства, да, огромные. Самый лучший пример, наверное, с нашими микроавтобусами. Вот, отличный пример. Да, микроавтобусы пользовались большущей популярностью на самом деле. А все начиналось с биржи, правда, с биржи, потому что на биржу приходили люди, которые занимались продажей товара. И вот второй вопрос был, как его оплатить. Отсюда вот выросла вот эта вот моя специализация. Помню, конечно, жутчайшую сделку, которую мы проводили. Это продажа сразу, по-моему, 40 автомобилей RAV на кузбасский концерн угольный. Юж-Кузбасс уголь. Это было нечто. Когда приехало 80 водителей одновременно забирать те машины, которые, как всегда, естественно, требовалось подремонтировать, что-то подкрутить. Кто-то заглох, кто-то из водителей заболел, кто-то где-то подрался. Это, конечно, замечательно было. И все еще вместе отметили сделку. И все еще это было под Новый год. То есть и они вот в этом прекрасном состоянии отправлялись, а вы финансово сопровождали. Мы и товарные, и финансово делали. И товарные, и финансово. Именно потому, что из биржи все это выросло. Из тех бирж, которыми мы начали заниматься сначала. Просто я возглавил уже финансовое управление. Вы упомянули свою специализацию в области своей нынешней деятельности. Образование и соответствующая специализация у вас совершенно другая. Вы инженер радиоэлектронного оборудования. Совершенно верно. Закончивший Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации. Господи, я это выговорил. Так вот, раз. Да. И вот как так совпало? Ну, я прочитал в книге, что вы занимались своей деятельностью, по которой получили образование в кооперативе. Сначала был научный институт ВЭФа. Я был конструктором телефонных аппаратов. Ровно три года, как положено по закону, я отработал. И через три года нужно было определяться, что дальше. К этому времени я уже полтора года занимался кооперативом. У меня был свой личный кооператив. Поэтому, естественно, я ушел с ВЭФа и продолжил частный бизнес. Кооператив был именно по моей первой специальности. Мы ремонтировали медицинское оборудование. Здесь не нужно удивляться. Медицинское оборудование, оно сплошь состоит из электроники. Поэтому я этим занимался. Отсюда дальше уже выросли какие-то контракты на заводах по ремонту станков с числовым программным управлением. А потом когда-то я увидел кооператив моих друзей, которые занимались юридическими услугами. И у них полностью отсутствовала система инженерного сопровождения. Потому что тогда уже появлялись компьютеры, факсы, ксероксы. Уже можно было их использовать в работе, но никто не знал, как их использовать. А вы знали? Или вы догадались? Я электронщик. Я с четвертого курса подрабатывал в том же НИИВЭФ. На обслуживании новых техник. Техник по ремонту компьютеров. То есть тогда я уже с этим разобрался. Я не программист, я чисто электронщик, потому что железом занимаются. Кстати, почему-то мне подумалось о том, что НИИВЭФ стал неплохой кузнецей кадров для будущего финансового сектора независимого Латвийской Республики. Наверное, не только финансового. Наверное, и не только финансового. Ну, это большой институт, в самом деле, был. Потому что ВЭФ занимался не только выпуском спидал или какого-то магнитофона. ВЭФ занимался разработкой станций телефонных, которые на тот момент были самые передовые в Советском Союзе. Естественно, они не удовлетворяли требованиям западных стандартов, но Советский Союз еще очень долго пользовался продукцией ВЭФ, даже после того, как Латвия избрала независимый путь. Ну, давайте еще вот, если следовать, мы обязательно поговорим и о банке, который на сегодня один из немногих банков, представляющий латвийский капитал и сражающийся на всех возможных рынках за рубежом. Немного вот истории. Ведь вот красной нитью через всю ту историю, которую описала Леся в своей книге, проходит тема дружбы. Вы подружились с своим... Изначально он был другом, потом стал партнером, много лет оставался. И мне создалось четкое ощущение, что он как-то вас увлек вот идеей выбраться из... Черт знает откуда. Из-за Алматы. Ну, тысячеверства от Алматы. Речь идет о Сергее Тарасенок. Сергее Тарасенок. Да. Сергее Тарасенок. Он ныне покойный, к сожалению. Но мы с ним дружили с юности. Даже не с юности, а с детства. Со школьной камьи. С детства. Мы вместе встретились на баскетбольной тренировке. Он был на год у меня старше. Но мы жили рядом. И, соответственно, занимались спортом вместе. Хотя учились сразу в школах, но подружились сразу и безоговорочно. То есть у меня был лучший друг. Несмотря на то, что как бы... В скобках старший, но мы были равны, да? Ну, тогда это ощутимая разница была в год? Ну, вот ощутимая была разница, но за счет спорта она нивелировалась. Потому что у меня получалось играть не хуже, чем их возраст. И я всегда был со старшими ребятами. Он меня увлек переездом в Латвию. Потому что... То есть все-таки увлек? Да. Ну, дети в военных городках, а из военного городка, они не знают никаких специальностей, кроме военных. Вот. И все подают заявление в военное училище. Сергей тоже подавал в военное училище, но и до странных переводчиков в Москве. Там он не прошел по конкурсу и поступил на юрфак Латвийского госуниверситета. Почему? Потому что корни у него из Латвии, из Латгалии. Там в то время, когда он поступал, до сих пор был жив его дед в Латгалии. Поэтому я увел ГУ и поехал. У вас же корней в Латвии не было. Нет. Я тоже не знал, куда мне податься после школы. Даже тщательно изучив справочник высшего учебного заведения, никакое маршридерское дело мне не привлекло. Я не знал, что это такое. Хотя, может быть, сейчас пошел бы. И я подал в Минское зенитракетное училище заявление. Но, вовремя осознав свой поступок, забрал документы. Как сейчас помню, сделал подарок маме на день рождения. 12 февраля я принес документы из военкомата, положил перед ней. Она была счастлива. Поэтому я решил поступать в РКИГА, Рыжский институт гражданской авиации. По одной причине, что там был Сергей в том городе. Естественно, она стянула друг другу как-то, а что-то там выбрать. Ну, гражданская авиация, красивая форма. Такой только был у меня позыв. Ну, со всеми втекающими сюда особенностями формы и студенческой жизни наверняка. Ну, студенческая жизнь, она была замечательная. Наверное, потому что громадное количество студентов было приезжим. Вот вы сказали, что вы не фарцевали. А вот чем так занимались? Напротив, я борьбой с фарцовщиками занимался. В оперативном отряде. Да. Был при горкоме комсомола оперативный отряд. Он состоял в основном из людей, малых людей, которые занимались борьбой, либо дзюдо, либо классикой. И юристы, кроме того, были юристы из ЛГУ. И я один был из РКИГа в этом отряде за счет протекции того же Сергея. Основа наша была, мы работали по обеспечению порядка в Комсомольском молодежном кафе «Аллегра», который находился в старом городе. Это было культовое место всего Советского Союза. Ну и, естественно, привлекали на обеспечение порядка на каких-то съездах комсомола, партии. И кроме этого мы очень много сотрудничали с БХСС по выявлению как раз от фарцовщиков. — Спекулянтов, то есть. — Спекулянтов, да. И мы как раз-таки были классовые враги. Они приходили к нам в кафе, пытались за 10-50 рублей купить вход в кафе, а мы принципиально не брали никого денег, а их вообще не пускали из-за того, что у нас такая классовая ненависть была. — А вот смотрите, сейчас-то принято считать, что в фарцовке были основы бизнеса. — Совершенно верно. — Сегодня вам же часто предстоит, приходится сталкиваться с людьми, может быть, даже приятельствовать, партнерствовать среди тех, кого, возможно, и тогда брали, вязали, выгоняли, преследовали. — Да, да, конечно. — И что? — Ну, отличные отношения. Я же сам уже перешел на их сторону. — То есть все-таки? — Ну, все-таки я же занимаюсь уже бизнесом. — Вы считаете, что все-таки зря вы тогда их так преследовали? — Нет, не считаю. Тогда была такая идеология, я придерживаюсь своих правил, а не своих правил. — Что они вам говорят сегодня? — Ничего нечего плохого. — А если бы ты тогда... — Нет, нет. — Говорят они нет? — Нет, нет. Наоборот, мы же, говорю, денег не брали. То есть нельзя нас было купить. Если нас можно было купить, это другой вопрос. Они бы, наверное, не уважали нас. — То есть игра честная была? Все играли по правилам? — Еще о теме дружбы. Ваш друг и многолетний партнер ушел из жизни 8 лет назад, в 2004 году. Естественно, у вас огромная часть жизни ушла вместе с ним. Чем вы заполняете вот эту брешь? Потому что, как мне кажется, для вас тема дружбы, она вообще играет очень важную роль в жизни. — Ну, у меня появляются другие друзья, на самом деле. То есть, условно говоря, раз в 10 лет может появиться какой-то новый друг. Это не обязательно, но бывает. В моей жизни так бывает. У меня появились новые друзья, не такие, но, может быть, близкие, но с которыми мне очень приятно общаться и встречаться. — Ведь дружба — это и тема доверия. А в самом названии траста Коммерсбанка заложено слово «доверие». Траст. — Да. — Вот есть ли у вас такие друзья, которые смогут стать партнерами, которым вы, в свою очередь, сможете настолько доверять? — Да, есть. Они у меня сейчас есть. У меня есть два друга, которые могу доверять безоговорочно на Украине, в разных, скажем, сферах. Вот один из них, кстати, партнер в моем банке. И, наверное, больше он мне доверяет, поскольку банком занимаюсь и цело я, и контролирую, и оперативная работа вся на мне лежит. Так что друзья есть. Недавно я подружился еще с одним человеком, уже с писателем. Мы встречаемся, ну, как можно, чаще с ним. — Это была нечаянная такая встреча с Гришковцом. Летят они в самолете. — Люся, тогда помоги мне, пожалуйста, об этой части жизни Игоря рассказать. — Я не имею права выдавать тайны Игоря. Если он сам захочет, он, конечно, рассказывает. — Сработай, как журналист. — Насколько я в курсе дела, встретились они совершенно случайно, и как-то вот сразу сложились такие отношения, которые... — Ну, не сразу. Сначала мы немножко там попритирались друг к другу. Он, например, приказал мне, чтобы я не показывал никому кадры своих окотничьих подвигов. — Вы все равно показали. — А я показывал соседям, своим друзьям. — Это тогда, когда вы медведя? — Ну, медведя я показывал, да. — Медведя все-таки, да. — Да, и он противник любого насилия, в том числе в животном мире. Но я бы сказал, что он не имеет права вообще не указывать, поскольку летим только полчаса вместе. Потом мы стали спорить о творческом методе Довлатова, не умаляя его заслуг перед литературой. Евгений пишет совершенно по-другому, а я пытался отстаивать стиль Довлатова. Вот его, видимо, это удивило сильно, как этот дилетант спорит еще с доктором филологии. И вот обменялись телефонами, и он мне при том прислал СМС-ку. — Игорь, я чувствую, что мы с тобой крепко не допили. — То есть все-таки методы Довлатова жили и побеждали в этом самолете. — Да, присутствовали. — Странно, что вы говорили о Довлатове тогда, однако эпиграфом слова Довлатова в книге, которую издала Люся, служат для другого героя. А в вашей статье две ссылки на Генри Миллера. — Ужас какой. Это какие произведения ты имела в виду? — Хорошие. — Это не Афур Миллер все-таки, это Генри Миллер, это разные все вещи. — Ну, слава богу. — Да. Если говорить вот о Гришковце, то ваша дружба крепкая или это... — Ну, я думаю, что она только крепнет. У нас уже были испытания, так что мы там расходились на всю жизнь. Ну, в течение тоже где-то получаса, не больше. Потом опять признаваешься... — Тоже на почве Довлатова? — Нет. Ну, не буду говорить о чем, просто все-таки Евгений, он человек творческий, и он очень тонкий человек с открытой душой, с открытой аурой. А я человек бизнеса, я весь в броне и такой неповоротливый. Я сильно наступил на какие-то его чувства и не понял его. А он слишком сильно реагирует, скажем так, на какие-то мои движения неловкие. Но потом мы все это между собой выяснили, и теперь понимают, как нужно общаться с творческими людьми. Надо просто сидеть рядом, смотреть на то, что они делают, и пытаться что-то им доказывать. — Игорь, ну вот очень многие люди считают, что, ну, так сказать, состоятельными людьми вводят дружбу исключительно потому, что надеются какую-то помощь финансовую получить и так далее. Вот, ну, не возникает ли у тебя в отношениях, ну, с такими людьми, как Евгений, ну, какого-то опасения, что в этом как бы есть какой-то второй план, который нежелательен для тебя, который, может быть, и тебя бы обидел? — Нет, в этом никаких планов нет таких. Дело в том, что когда мы начинали общение, я ему не рассказывал, кто я и чем занимаюсь. Вот, наоборот, мы больше обсуждали, что он пишет, потому что я ничего не читал, я слышал только его музыкальные произведения, и то мне оказалось не очень интересным. Но после этого, когда я прочитал его книги, я, в общем-то, совершенно по-другому отношусь ко всему его творчеству. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Ну, это все, кто знаком с его творчеством, отмечают, что он высказывает те вещи, которые мы только думаем и не говорим. Но об этом всегда думаем. А он умеет об этом сказать. Что касается материальной стороны, абсолютно нет. Если бы он хотел, он бы давно мне уже какие-то спонсорские проекты предлагал бы и так далее. Он сам зарабатывает деньги. Он работает на износ. У него, наверное, только три месяца в году, когда он не на гастролях. Он выделяет январь и февраль для того, чтобы писать. То есть это не отдых, он пишет. А все остальные месяцы, начиная с марта, у него плотный гастрольный график. Летом, в зависимости от работы, он выделяет месяц, полтора, семью отдохнуть. Все остальное время тоже работает. Что он зарабатывает сам? Мы все-таки продолжим говорить о нашем сегодняшнем госте. Это председатель наблюдательного совета Тросткового Мерсбанка господин Бумистер Люси Прибыльская. Соавтор сегодняшнего делового вторника и автор книги «20 идей», которые... Изменили Латвию. Мне кажется, спасли Латвию. Вышедший недавно и, кстати, продающийся в магазинах «Полярис». Сразу через несколько минут после новостей. Продолжаем деловой вторник. Игорь Бумистер, председатель наблюдательного совета Тросткового Мерсбанка у нас в гостях. Вместе с автором книги «20 идей», которые изменили Латвию, Люси Прибыльская. Несколько слов. Понятно, что мы не сможем за одну передачу охватить все сферы вашей жизни. Хотя во время новостей мы договорились о том, что мы когда-нибудь отдельно расскажем эту историю. Во всех подробностях. Совершенно увлекательный сюжет. Заинтригую, но раскрывать тех обстоятельств не буду. Но тут исторические параллели, связанные с невероятными завоеваниями и приключениями. Вот меня удивляет лично, что у Игоря на это еще времени хватает. Потому что при том графике поездок, который у него существует, он там неделями бывает в командировках. И от Риги до, ну ладно, по-ближнему тут кругу, там Киев и так далее. Это еще туда-сюда. Ну вот, три недели назад он в Гонгонге был и в Макао и так далее. И просто, ну, это надо иметь очень большую собранность, чтобы как-то все свои дела структурировать так, чтобы и в бизнесе успевать. И книги читать. Я большего книгачая, чем он, не видела в жизни. Вот. Потому что то, что он сказал о Довлатове... Вы летаете, да, читаете, да? В том числе, естественно. И читаю, и смотрю, и очень люблю в спортзал ходить. Потому что можно часа два слушать аудиокниги. Ну вот, говоря о банке и о тех международных проектах и представительствах, которые есть в зарубежных странах, сколько всего насчитывается? О, надо считать. Примерно. Ну, не меньше десяти. У нас филиал еще есть на Кипре. Мы первые, кто открыл филиалы из вновь вступивших европейских членов стран. Потому что Латвия вместе с Кипром одновременно вступил в Евросоюз. Соответственно, снялись барьеры по открытию филиалов. Если раньше открыть филиал на Кипре мог банк только с капиталом, например, не менее ста миллионов долларов, то когда мы стали оба членами Евросоюза, они не смогли нам отказать в открытии филиала. Хотя были удивлены появлением Латвийского банка. Ну, мы очень много представлены в Средней Азии, наверное, потому что я сам вырос в Казахстане и понимаю менталитет людей из тех мест. И мне очень нравится находиться в Таджикистане, Киргизстане, Казахстане, Туркменистане. У нас столько проектов было, кстати, даже хотели открывать банк в Туркменистане, но немножко остановились. Вы один из немногих людей из известных мне вообще побывавших в Туркменистане. Потому что страна особенная, не в том даже дело, что она далеко, она довольно закрытая. И вот если нет оказии, например, государственного визита какого-то президента или премьер-министра, то туда латвийскому человеку сложно отправиться. Были годы при Туркменбаши, когда в Ашхабаде был зарегистрирован, по словам участника одной из таких поездок, Вадима Родионова, всего там один или два туриста за год в гостинице. Не знаю, я не застал эти времена. Я был во времена нынешнего президента Туркменистана. И сказать спасибо нашему послу в тех местах, которые нас тут затащил. И мы нашли очень хорошие контакты среди местных банкиров, среди местных предпринимателей. Сам Ашхабад, он красивейший город, новая часть его, просто вся в мраморе, вся в огнях, такие стройки ведутся, такие красивые здания. Очень понравилось. Люди очень доброжелательные. И, конечно, такой большой плюс для Латвии, мало кто говорит по-английски. Времена Туркменбаши, действительно была изолированная страна, и очень мало людей знает английский язык. Но все знают русский. Поэтому они с удовольствием работают с нашими банками, не только с нами, наверное, с другими наверняка. Страна очень интересная. Я хочу сказать, что Игорь, вот как начал свой бизнес с организации бизнеса других людей, так он и сейчас продолжает. Мне, в частности, рассказывали, что один предприниматель, который занимается рыбными консервами, что именно с помощью его банка он нашел партнеров в Средней Азии и начал туда поставлять свою продукцию. То есть они продолжают этим заниматься, не только деньги туда-сюда перечислять, но и конкретно продвигать бизнесы людей, других предпринимателей латвийских. Ну, конечно, я зашел в магазин, посмотрел, чем торгуют. Видел, что наших консервов нет, а есть какие-то эстонские почему-то. А у вас, например, уже компания в Латвии-то была? Мы же обслуживаем бизнес в Латвии. И, естественно, у нас есть кто-то занимается производством пищевых продуктов, все чем-то. Мы всегда советуем, продвигаем наших клиентов на те рынки, где мы присутствуем. Ну, мы для этого, что-то видим свое предназначение – продвигать товары наши туда, и, соответственно, товары из всех стран тоже к нам. Ну, естественно, это мы организуем взаиморасчеты. И, как говорится в одном анекдоте, взял кусочек сала, положил в холодильник, закрыл дверку. Открыл дверку, вынул кусочек сала, отдал обратно. А в чем бизнес, спрашивает сынок папа? Ну, как в чем? А жирок на пальце-то остался? Логично. Ну, вот если говорить о консервах, ну, это, наверное, такой один экзотичный случай. А ведь есть целое движение по захвату восточных рынков этой компании «Рижский дворик», которая предпринимается и объединяет латвийские предприниматели. Есть большие интересы у латвийских пищевиков в вашем знакомом Казахстане, в Азербайджане, на других рынках бывшего Советского Союза. Готовы помочь? Да, мы помогаем не только Советом, но и конкретно финансами. Наш банк, единственный банк, в общем-то, в Латвии, который член Международной факторинговой организации мировой, которая объединяет там больше 200 финансовых организаций и банков, то есть мы предлагаем услуги финансирования торговли. Факторинг международный – это как раз-таки тот механизм, который используется в этом бизнесе. Вы понимаете, когда идет взаиморасчет между разными предпринимателями из разных стран, есть необходимость давать отсрочку платежа, чтобы клиент у тебя брал. А если отсрочка платежа, это значит, что предприниматель не получает в свой оборот необходимые денежные средства, уменьшает объем своих средств. Вот в этот случай выступает наш банк, который с помощью своих партнеров из этих стран производит между собой гарантийные расчеты, и мы сразу платим своим клиентам необходимую сумму. У вас не возникало соблазна тогда, когда все банки отдавали много денег для того, чтобы люди недвижимость покупали, включиться в этот процесс? Нет. Я в тот момент активно занимался оперативным управлением. Я тогда был еще членом правления банка, а не представителем наблюдательного совета. Поэтому я присутствовал на всех кредитных комитетах. И любые попытки выдать бабушке за хрущевскую квартиру половину стоимости с целью потом у бабушки забрать эту квартиру и переподать на рынке, я пресекал сразу. Потому что понятно, что эта сделка не направлена на улучшение благосостояния клиента, а направлена на спекулятивные цели. Естественно, какие-то ипотечные проекты у нас есть, были и сейчас существуют. Но не так, как это было, там давали 100%, 110% стоимости залога. Нет. Мы банк, который работает над индивидуальными проектами. Я же говорю, что я, как акционер, был членом правления, и каждый комитет проходил при моем присутствии. Сегодня вы не можете присутствовать на всех комитетах? Сегодня я не занимаюсь оперативным управлением. Я занимаюсь стратегией банка, как представитель наблюдательного совета. Но наше правление пережило не один кризис. Скажем так, скажу, процентов 70 управляющего персонала осталось с того момента, когда я пришел в банк. То есть они уже пережили кризис 1998 года. Потом пережили кризис 2003, по-моему, был, если я не ошибаюсь, 2002 года, когда рухнули все интернет-компании, и был сильный кризис в Юго-Восточной Азии. Доткованский кризис, да. Да. Так что третий кризис 2008 года мы просто уже приняли как должное. И в этот момент я ушел от оперативного управления для того, чтобы не было соблазна делать какие-то вещи, которые будут идти на пользу акционерам, а не клиентам банка. То есть я дал возможность профессионалам спокойно заниматься своим делом. Ну вот здесь мы подходим к той теме, о которой мы договаривались, что мы ее обсудим. Это к желанию и возможности рискнуть. У Люси в книге написано, что без определенной доли бесшабашности в бизнесе делать нечего, со ссылкой на вас. Дальше приводятся примеры из вашей практики. Правда, это не совсем банковская сфера, но яд-то змей вы в том самом Туркменистане употребили. Вот как далеко можно зайти в том, чтобы рискнуть? Во-первых, я не чувствовал риска. Когда я выпил яд змеи, я пил с целью попробовать народные средства для поднятия иммунитета организма. Потому что я видел, как один из моих товарищей, Туркменов, перестал носить очки. И мой вопрос, почему? Я спросил, ты лист за отделом? Нет. Я четыре раза выпил яд змеи, у меня улучшилось зрение. Мне это сильно заинтересовало. И вот он организовал эту процедуру. Мое зрение улучшилось? Нет, мое зрение не улучшилось. А что улучшилось? Я, честно говоря, вообще не испытал никакого эффекта. Мало бы то. Ну, наверное, мало. Но нас берегли. Я один, а это был с послом Латвии. Я был с двумя членами правления. И нам, как начинающим, дали не очень большую дозу. Но настоящая была гремучая змея. Просто это делает состав такой интересный из яда. Причем перед тем, как у змеи забрать яд, старичок поговорил какие-то молитвы. После этого он задавил яд. Потом он скрыл змею. Забрал еще желчь, размешал с этим ядом. И на водочном растворе предложил нам выпить. Но мы выпили. Ну, скажем, ладно, это не риск. Тем не менее, о риске вы тоже говорите. И говорите также о том, что... Весь бизнес риск, понимаете. Весь бизнес риск. Вот вы, например, говорите о том, что не может быть предпринимателя, который на 100% просчитывает сделки. Это удел чиновников, если я правильно помню цитату. Все-таки, ну, согласитесь, нельзя же только на интуицию полагаться. Не, ну, мы же как... Интуиция даже возникает не от Бога, да. Она возникает из каких-то вещей, которые ты уже прошел в своей жизни. Либо ты же знаешь. Ну, и плюс доля риска обязательно должна быть. Потому что, ну, само предпринимательство – это риск. Гораздо проще пойти на работу, на зарплату, и работать четко по указаниям кого-то, да. Это гораздо проще. Душа не болит, голова не болит. Сказано сделал? Не сказано – не сделал. Это здорово. А бизнес – это всегда доля риска. Скажем так, я пытался работать и в промышленности. Что вы выпускали? Мы выпускали молочные продукты. Даже я не слышал об этом. Это было на Украине. Поэтому? И это дело у нас не выстрел. И мне пришлось принять непростое решение – обанкротить завод. Извините. Для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, но часть жизни и личных средств там… Много потеряли? Много. Много. Но говорите об этом с улыбкой. Понятно, это же не все потеряло. В 2098-м, когда был кризис, у нас был портфель ценных бумаг с партнером, с Сергеем, на очень большую сумму. Фактически все, что мы зарабатываем – это вклад. Нет, никакого. Мы, кстати, если бы никакого, это было бы гораздо хуже. Мы покупали ценные бумаги российских предприятий, то, что называется «Голубые фишки» и «Второй эшелон». То есть предприятия, которые реально что-то выпускали. Не спекулятивные вещи, а реально предприятия, действующие, недооцененные рынком. Это «Второй эшелон». А «Голубые фишки» – те, которые постоянно торгуются на рынке. Портфель был достаточно серьезный для нас. И в 1999 году стоимость портфеля была минус 98%. Нормально, да? Вот мы покупали, подумалось вам. Вот у вас есть… Да, мы… Но если бы вы были банком, вы бы могли их списать. Но вы не были банком тогда еще. Ну, как списать? Списать, если бы я был банком, я бы вынужден был сделать накопление. Если бы я делал это за счет средств банка. В банке мы этим делом не занимаемся, только за счет денег клиента. Если клиент хочет, мы ему покупаем акции, управляем его средствами. Там были собственные средства. То есть это же не исключает, даже если у меня есть банк, не исключает того, что у меня есть собственные средства, которые могу складывать в ценные бумаги. И вот если портфель минус 98%, это два варианта. Это либо его закрыть, продать за копейки, которые остались, либо положить на дальний угол. И мы положили в дальний угол. Мы положили в дальний угол, да. То есть были собственные средства, они заемные. Поэтому зачем выкидывать, если есть вариантов, что все вернется обратно. Но что и произошло. Все вернулось обратно. Портфельмы стали лечить, как в профессиональной среде называется. Потихоньку продавать что-то, что-то покупать. Естественно, все вернулось. Слава Богу. То есть ты всегда верил в промышленность и продолжаешь в нее верить. Это логика совершенно четко просчитанная. Если предприятие выпускает трансформаторы, используемые в электростанциях, гидростанциях, то оно все равно будет оценено когда-то. А если предприятие... И продолжите фразу, чтобы оно было неудачным. Если предприятие выпускает, состоит из одного молочного завода, то оно может обанкротиться, как показал опыт моего собственного управления. Потому что, когда ты занимаешься производством молочных продуктов, нужно делать целый холдинг. Потому что, как оказалось, я в жизни не знал, что молоко и кефир – это убыточное производство. Деньги делаются на других товарах. Например, на сырках, на мороженом, на творожной массе, на сыре. Вот эти вещи. Плюс, если у тебя нет собственного... А не советовали люди добрые вам? Ну, сразу не знали мы этого. Это потом я узнал. Но не было возможности, наверное, в тот момент сделать больше холдинг. Во-вторых, я понял, что мне больше финансы интересуют. Почему мы пошли в промышленность? Потому что я тогда занимался рынком ценных бумаг вместе с парой с Банком Украины. У нас была, собственно, совместная компания, торгующий брокер на рынке ценных бумаг. И когда я видел, что завод нужно купить за 50 тысяч долларов, это просто жутко удивило. Реально покупаешь контрольный пакет за 50 тысяч долларов за то, что владельцы. А потом приходится менять оборудование, менять управление, заниматься дистрибьюцией. И я понял, что лучше обратно вернуться к финансам, заниматься тем, что уменьшить. Вы сказали, что пережили кризисы. То есть, Траста Коммерс Банк и Уилищина вместе с Банком прошли по гребню волны кризиса. Правильно я понимаю? Ну, дело в том, что я стал совладельцем Траста Коммерс Банка только потому, что был кризис. Прежние владельцы и управляющие Банка потеряли капитал полностью. И вставал вопрос о том, что либо они найдут нового инвестора, либо Банк лежит с лицетей. То есть, в этот момент появился я с партнером. Мы предложили, давайте мы купим Банк за капитал. То есть, мы фактически купили Банк бесплатно. Мы вложили капитал недостающий и отдали бывшим собственникам кредитный портфель Банка для его управления. Ну, что логично. Если вы раздавали деньги, то ваши деньги там, отдавайте нам Банк бесплатно. Мы положим капитал и будем дальше трудиться. Я хотел о другом просто спросить, говоря о кризисах. Ну, в Латвии, как мы все знаем, не самый лучший период был. Кто-то считает, что он закончился, а кто-то считает, что продолжается. Как считаете вы и что нужно Латвии в нескольких словах для того, чтобы действительно обрести уверенность в себе? Ну, я думаю, что Латвия уже обрела уверенность в себе. На мой взгляд, кризис в Латвии уже закончился. Этому способствовало несколько вещей. Во-первых, потому что очень маленький рынок, и сам кризис не так сильно ударил по нам, как ударил по другим странам. Мы ничего не производим, поэтому нечего терять. А то, что мы производим, например, фармакологию, там, часть рынка металлоизделий, она очень хорошо пользуется спросом по ныне, как на Западе, так и на Востоке нашей страны. В-третьих, все-таки финансовая система Латвии достаточно здоровая. Я, например, считаю, что если бы мы, не мы, а наше правительство не занималось санацией Параксбанка, то это еще более, мы быстрее бы вышли из кризиса. Потому что говорить о том, что наш финансовый рынок рухнул бы, если бы не спасли Паракс, неправильно. Сам факт того, что Паракс банкрот, уже сильный сигнал и уже неважно, санируют его государства, не санируют. Всем понятно, что на второй банк никого денег не хватит, поэтому Паракс надо было закрывать, и тогда не было громадной долговой дыры у нашего правительства. И еще немаловажно, что транзит, как был, так и остался. А мы транзитная страна, которая много денег, бюджет получает из-за транзита. А я сам в этот момент, когда был разгал кризиса, взял и уехал на Камчатку. Десять дней я был без телефонов, без компьютеров, не паниковал, спокойно проводил время на охоте. Вы искренне желаете в момент обострения кризисов не паниковать, отключать телефоны, поразмышлять наедине с собой? Я имею в виду каждому жителю Латвии. Мне это помогло. Понимаете, мне, конечно, на любом руководителе банка громадная ответственность. Если паниковать, то можно сделать неправильных движений. Десять дней они как раз-таки ничего не решают в нашем случае, потому что мы чувствуем себя очень спокойно. Конечно, отток денег был не клиентов, а денег. Просто у людей не было новых денег. Но мы первый из банков, кто погасил международный займ. До кризиса было очень модно и популярно занимать деньги на международных финансовых рынках. Мы в том числе заняли деньги так, чтобы потренироваться. Вдруг нам когда-то нужно было... Синдицированные кредиты. Правильно, синдицированные кредиты. Мы заняли, была подписка. Мы просили, там, смогу говоря, 10 миллионов. Нам была переподписка, предложили 16. Мы их взяли, ладно. Хотя большой нужды в этом не было. Это было просто... Мы потренировались, как работать с международными займами. И тут грянул кризис. Деньги, вроде, отдавать надо. Год уж прошел. И мы обратились к контрагентам с предложением пролонгировать нам займ, потому что это будет очень хороший месседж на рынок, что Трасту банка доверяют международные заемщики и оставляют займ. На что мы получили ответ совершенно другой. Ребята, если вы вернете деньги, это будет такой положительный месседж, что вы себе не представляете. Мы подумали, что да, действительно, это будет лучше. И мы первые погасили кредит. Первые, потому что срок подошел быстрее, чем у всех остальных. Я даже помню, кстати говоря, сообщение о возвращении синдицированного кредита от ТКБ. Ну, тем временем, у нас время от беседы подошло к завершению. Спасибо. Говорю, во-первых, Люси Перебыстрим. Спасибо большое. И за книгу, и за гостя, и за идеи, которые спасают и изменяют Латвию. Будем продолжать эту нашу серию. И спасибо председателю наблюдательного совета ТРАСК Коммерсбанка Игорю Буймистеру за участие в деловом вторнике. Сегодня всего доброго. Всем пока. Спасибо за приглашение. До свидания. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Мультимедийный информационный портал